Сегодняшний день принес шокирующую новость. Актрису и телеведущую Юлию Высоцкую чудом спасли от утопления в бассейне на частной вилле. Инцидент произошел во время отдыха на юге Франции, где Высоцкая проводила отпуск в компании друзей и семьи. По словам очевидцев, она плавала в бассейне, когда внезапно почувствовала себя плохо. Перед тем, как продолжить видео, хотим попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал. Спасибо за понимание. Близкие заметили, что актриса не реагирует на зов и быстро направились к бассейну. Моментально стало понятно, что ситуация критическая. Один из друзей, бывший профессиональный пловец, нырнул в воду и вытащил актрису на поверхность. Пока ожидали скорую помощь, Высоцкой начали оказывать первую помощь, выполняя искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. К счастью, их усилия были успешными, и она начала дышать до прибытия врачей. Медики, прибывшие на место происшествия, стабилизировали ее состояние и доставили в ближайшую больницу для дальнейшего обследования. Первоначальные результаты показали, что у Высоцкой случился спазм дыхательных путей, который привел к кратковременному удушью. Врачи предполагают, что причиной могла стать резкая смена температуры или другие физиологические факторы. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное. Но врачи настаивают на ее дальнейшем наблюдении в медицинском учреждении. Близкие и друзья телеведущие были шокированы произошедшим, но выражают благодарность за своевременную реакцию и профессионализм спасавших ее людей. Они рассказывают, что этот случай произошел совершенно неожиданно, так как Высоцкая всегда отвечалась хорошей физической формой и регулярно занималась спортом. Однако, несмотря на это, инцидент показал, насколько опасными могут быть даже привычные действия вроде плавания. Событие вызвало бурное обсуждение в социальных сетях, и многочисленные поклонники Высоцкой выразили свою поддержку и пожелали скорейшего выздоровления. Многие были потрясены тем, насколько непредсказуемой может быть жизнь, и отметили, что такие моменты напоминают о важности быть внимательными и осторожными даже в обычных ситуациях. Юлия Высоцкая пока не делала официальных заявлений о произошедшем, но ее представители сообщили, что она планирует провести время с семьей для восстановления. Ее супруг, режиссер Андрей Кончаловский, отменил все запланированные мероприятия, чтобы находиться рядом с женой. Близкие к семье люди сообщают, что актриса переживает сложный период и нуждается в моральной и физической реабилитации. Этот инцидент также поднял вопросы о безопасности на частных виллах и оборудовании бассейнов. Многие эксперты по безопасности отмечают, что подобные случаи можно предотвратить, если соблюдать строгие меры предосторожности, такие как постоянное наблюдение за плавающими людьми, установка систем мониторинга и наличие спасательных средств. Коллеги Высоцкой по кино и телевидению выражают ей поддержку и рассказывают, что она всегда была стойкой и волевой женщиной, способной преодолевать любые испытания. Они уверены, что она восстановится и продолжит свою карьеру в ближайшее время. Пока актриса восстанавливается после пережитого, ее поклонники с нетерпением ждут новостей о ее состоянии. Этот инцидент напомнил многим о хрупкости жизни и о том, как важны безопасность и внимание даже в таких обыденных ситуациях, как отдых у бассейна. Также сегодня стало известно о серьезных финансовых проблемах в семье знаменитой актрисы Анастасии Вертинской. В окружении артистки говорят, что на протяжении последних лет ее родные пытались решить долговые вопросы, связанные с накопленными кредитами и обязательствами. Но ситуация вышла из-под контроля. Банковские структуры и коллекторские агентства начали активное преследование семьи, требуя погашения крупных задолженностей. Сегодня стало известно, что дом Вертинской, который на протяжении десятилетий являлся семейным гнездом, был официально конфискован за долги. Это событие стало шоком как для близких актрисы, так и для ее поклонников. По имеющимся данным, кредиторы подали иск в суд на право конфискации имущества, что стало следствием невыплаты значительных кредитов, взятых на ремонт и содержание элитной недвижимости. Окружение артистки утверждает, что попытки урегулировать конфликт с банком оказались безуспешными. Финансовые обязательства росли на фоне изменений в экономике, и выплачивать проценты по кредитам стало невозможным. В результате суд постановил выставить дом на аукцион, несмотря на попытки адвокатов оспорить это решение. Этот дом имел особое значение для Вертинской, поскольку был не только местом ее проживания, но и хранил память о многих событиях ее жизни. Близкие говорят, что актриса тяжело переживает утрату, так как дом был связан с множеством воспоминаний и историй. Она неоднократно пыталась найти выход из сложившейся ситуации, обращалась за помощью к знакомым и пыталась реструктурировать долги, но давление со стороны кредиторов усилилось. Известно, что дом, расположенный в одном из престижных районов, вызвал интерес у ряда инвесторов. Ожидается, что он будет продан в ближайшие недели на открытом аукционе. Между тем, семья Вертинской остается в подвешенном состоянии, так как им предстоит решить, где жить после утраты недвижимости. Коллеги и друзья актрисы уже выразили готовность помочь ей справиться с кризисом, предлагая временное жилье и финансовую поддержку. Ситуация вызвала бурю обсуждений в социальных сетях и СМИ. Поклонники актрисы выражают негодование, считая, что столь жесткие меры со стороны кредиторов несправедливы в отношении человека, который внес значительный вклад в отечественное кино и искусство. Многие требуют от банков пересмотреть свое решение и дать возможность семье сохранить дом. Однако представители финансовой структуры пока остаются непреклонны, ссылаясь на условия договора и долгую историю просрочек. Коллеги актрисы из мира театра и кино уже организовали акцию поддержки. Предполагается проведение благотворительных мероприятий, чтобы собрать средства на помощь Вертинской и ее семье. Среди предложений создание специального фонда для покрытия долгов и поиск решений по выкупу дома до начала аукционных торгов. В то же время адвокаты Вертинской продолжают работать над тем, чтобы приостановить процесс конфискации. Анастасия Вертинская пока не делала официальных заявлений, однако источники сообщают, что она находится в глубоком стрессе и избегает появления на публике. Родные стараются поддерживать ее в этот непростой момент, однако ситуация остается крайне сложной. Медики, близкие к актрисе, утверждают, что она нуждается в моральной поддержке и восстановлении после пережитого стресса. Общественный резонанс, вызванный этой историей, поднимает вопросы о социальной защите людей искусства и необходимости создания механизмов поддержки для тех, кто сталкивается с финансовыми трудностями. В СМИ также обсуждают, как эта ситуация отразится на творческой деятельности Вертинской, так как потеря дома и переживания могут стать серьезным ударом по ее здоровью и настрою. Пока решение о продаже дома остается в силе, многие надеются, что в ближайшие дни удастся найти выход из ситуации. Благодарим вас за то, что досмотрели это видео до конца. Хотим попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал. Также, чтобы оставаться в курсе всех последних событий, жмите на колокольчик, так вы не пропустите следующие выпуски новостей.